Мы сюда пришли по повелению Божию. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Ты батюшка, что ли? Я простой человек. Христианин православный. А, вот как раз он у нас идет пару вопросов. Знаете, что я сейчас тороплюсь в церковь, вы запомните, что я скажу вам. В скайпе вы меня найдете, Игнатий Лапкин. В скайпе. В скайпе, в скайпе. Потому что тут ничего не успеешь сказать, исчезло. А там можно сказать, я скину свои ресурсы, которым нет равных. У меня, с моих только роликов, почти все они, на моем ютубе канале, 20 850. 46 миллионов просмотров. Как канал бывает? Во свете Библии. Во свете. Свет от Библии падает. Вот эта вот Библия, от нее свет. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Сейчас. Ау. Вот это Игнатий Лапкин. Ну да. Так. Вы сильно не отвлекайтесь. Я немножко скажу, чтобы вы знали, что вам будет интересно и полезно встретиться. У меня огромные ресурсы. Свой сайт, на нем там 50 книг моим голосом насчитанные. Государственные фильмы, она снятая, занявшая первое место на международном киноконкурсе. Мы деревню строим с нуля православную. Нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Я начальник детского лагеря, своего основал. Тысячи детей подняли без помощи государству. Вы там найдете мои 38 того в книг у меня вышло. И с ними мы проехали 120 тысяч километров. 650 городов Европы и здесь. Сделали подарок на 35 миллионов рублей. Все необычное. Вы увидите, как я там в пяти университетах вел занятия, студентам отвечаю. На 4124 вопроса. 55 папок. В мировой сети ничего подобного нет. Это Бог сделал, это не я. Это Господь через нас сделал. Можно вопрос? Да. А вот вы считаете, что Иисус – это Бог? Я его не то что считаю, а так и есть. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 13 стих. Иисус говорит, вы называете Меня Господом, Я действительно то. Дальше, 1 глава, 1 стих. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Первое послание к Немопею, 3,16. Он говорит, Бог явился во плоти. У меня еще один вопрос. Иисус, если является Богом. Богом, Бога-человеком и Сыном Божьим. Можно это говорить по-моему? Да. Иисус является в облике человека Богом, а человек нуждается в пище. Значит, Бог нуждается в пище. Нуждается в чем? Иисус же нуждается в пище. Ну, знаете, вы такими категориями мыслите, человеческими. Знаете, у меня времени совершенно нету. Вы тут задерживайте меня. Нет, нет, вы не отключайте, пожалуйста. Так, вас как звать? Меня зовут Малик. А что это такое? Малик – это имя, я мусульманин. Мусульманин. О, мусульманин. Так я вам показываю Библию, а я могу показать вам вот такое. Малик, смотрите. Вы понимаете, что здесь написано? Да, это священная книга мусульман. У меня есть вам пару вопросов. Пару слов я вам тогда скажу. Скажите, пятая сура, 47-й, 66-й аят, о чем говорят примерно? Я в этих подробностях Корана, вот какая сура, что гласит, я не знаю. Я ему не один год посвятил в вашей книге. А вы как же, вы же мусульманин, вы должны знать ее, миленький Малик. Ну, я не великий мусульманин. Я познающий, я еще в стадии обучения. Я только вот хочу познать. Ну, я коротко скажу. Мы называемся там люди Писания. А это сказано было в 7 веке. Это мы люди Писания Библии, тогда другого не было. И у нас Евангелий инжил. И там написано, вам дал Господь инжил, вы по нему и поступайте. Ибо я по нему поступаю. Вот теперь, смотри, мы мусульманин считаем вас христиан заблудшими. Почему? В одном. То, что Бог един, это общее, да? А то, что вы считаете Иисуса Богом, вот это ваше заблуждение. Мы считаем Иисуса как пророком. Потому что Иисус в облике человека не может быть. Мы не можем сопоставить Бога и человека. Бог является сверху. Это ваша вера? Вы так и верьте, так и верьте. Потом узнаете после смерти, кто прав. А я верю, как написано в Евангелии, что это Господь, Бог, сошел с неба и через Деву Марию воплотился. Значит, Иисус нуждался в пище. Да, как человек нуждался, как человек, Бога-человек. А Бог, Он не нуждается в пище. Я говорю, Бога-человек, когда воплотился, а вы с собой на своем стоите. У вас знания человеческие, а надо верить, как в Библии написано. Вы шесть столетий позже пришли и учите нас по нашей книге. Вы свою составляете и живите отдельно по ней. А зачем вы нашего Иисуса трогаете? Бог же, Он един. Так, Марик, слушайте внимательно. У нас написано Соломон, а у вас Сулейман. Это один и тот же? Это один и тот же. Да, дальше. У нас написано Авраам, а у вас Ибрагим. Это один и тот же? Это один и тот же. У нас Давид, у вас Давут, это один и тот же? Все правильно. Все, теперь слушайте. У нас, у Соломона три книги. Почему у вашего Сулеймана нет ни одной строчки? Откуда вы знаете, что у вас? Вы, значит, разделяетесь от Соломона и Сулеймана? Я не разделяю. Если от один и тот же, то у вас в этой книге от Соломона не три книги, хотя три стиха-то могли поместить. Ни одного нет. А у вас Коран на арабском языке написано? На русском, перевод. Я искал его и нашел... Я не где-то искал, а в Йеменском посольстве. В самой мусульманской стране. Коран могут переводить по-разному. Вы изучите арабский язык и сами познаете, что там написано. А вы смотрите переводы. Любой человек другой тоже может перевести так, как ему выглядит. Да не человек. Переводили, это установлено. Его употребляют мусульмане во всем мире. Зачем вы говорите, не знающие перевода? Вы не правы здесь. Вы должны сказать так. У нас Библия написана была на каком? На греческом, масаретском. Но переведено на русский язык. Четыре духовные академии переводили. Ни одной строчки не изменено. За две тысячи лет. Ну ладно, я знаю. То, что вы считаете Иисуса Богом. Вы считаете его в трех лицах, да? В трех лицах. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. То есть три сути едино. Мы единобожники. Вот. Вы единобожники, но вы считаете Иисуса, приравниваете к Богу. Не об этом речь идет. Что троицу вы отрицаете. И поэтому у вас совершенно нет понятия об этом. Тогда не рассуждайте. Я ваше не отрицаю. Зачем вы сейчас начинаете опровергать, что у меня написано? Мне повелено по ней поступать. Знаете, я ничего не опровергаю. Книгу не трогаю. Вообще. А вы сразу Иисуса не так, кто другой. Верьте, как поняли. Так и верьте. Давайте жить мирно. Для вас он не Бог. За вас не умер. Так на этом останьтесь. Не трожьте в Библию, не залазьте. Она не ваша книга. Я, во-первых, почему не верю? Это книга людей. Да. Я являюсь человеком. Правильно? Человек. Тогда верь в нее, а не просто топчись мне грязными ногами. Малик, нехорошо это. Я в вашей книге не опровергнул ни одного слова. И никогда не опровергаю. Почему? Она не моя книга, ваша. А вы опровергаете, что у нас написано. Он и не Бог, и не Сын Божий. Вы богохольствуете и даже не замещаете этого. Вы объясняйте по своей книге. По своей книге. По своей. А я по своей. И мы будем близки друг к другу. Ну, все. Так. У каждого есть слово. Так, я ухожу. Сейчас уже у нас в церкви богослужение начинается. Всего хорошего вам. Вы по скайпу Игнатия Лапкина осидаряйте. По скайпу Игнатия Лапкина. Вы меня найдете. Мне было просто приятно пообщаться. Я думал, задам пару вопросов. Никак, никак. У вас совершенно понятия никакого нету о Библии. Что с вами рассуждать на эту тему? Я рассуждать с вами буду по этой книге. Я не один год ей занимаюсь. Говорят, а расхождение маленькое. 5216. Расхождение. А вы молитесь, да? Я молюсь. Мы молимся. У вас пятикратный намаз. А у нас семикратный в день намаз. До утренней и вечерней. Девятикратный. После каждой молитвы сто поклонов. Мне нравится, что у мусульман намазы. Я очень люблю. У меня близкие отношения с мусульманами. Вот поездка была. Мы ночевали в доме мулы в Баку. А потом ходили в мечеть, молились. А потом пошли в храм. Вы в день сколько раз молитесь? В день? Ну, если считать утренней и вечерней. Девять раз. Девять раз намаз совершаем. И сто поклонов после каждого. А? А на вене тоже каждый раз берете, да? Ну, это так, как я говорю. Это мало кто делает. Мы просто искренне верующие. Мы православную деревню с нуля строим. Просто мы мусульмане молимся в день пять раз. Я знаю. У нас девять раз. Девятикратный намаз. Вообще, во времена пророка Мухаммеда в день молились по сорок раз. Пожалуйста, пожалуйста, я не трогаю вашей книги и вашего пророка. Никак, даже не называю. Ко мне претензий нет. Я проповедую Евангелие. Иисус говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. И кто не будет Иисуса признавать как Бога пришедшего. Антихрист. У меня написано. Я поэтому так и должен говорить. Еще один вопрос. Вы сказали, что Иисус сам сказал, что Он есть Бог. Да, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 13 стих. 13 глава, 13 стих. Да. И когда Господь воскрес, Фома говорит, Господь мой и Бог мой. Иисус не сказал, что Он не Бог. Прямо Господь мой и Бог мой. Он Бог, сошедший с неба. Так, всего хорошего, Малик. С Богом. Те же люди и так же умирают. Им точно так же нужен Спаситель Христос. Жить для Бога. А то я мусульманин, а сами ничего не знают. Если ты мусульманин, ты должен эту книгу считать, знать. А начинаешь говорить, на 2000 человек ни один не может прочитать. Мусульманин. Это у меня Коран книга. Ну, я вам показываю. Вот она. Смотри, Коран. Считай. Ну. Молодец. Молодец. Так надо жить по нему. Говорят с людьми. Знаю. Ну, знаете, значит, наша встреча должна быть пользительной, продуктивной. Мы должны поделиться сокровищами, которыми владеем. А не просто опупело смотреть, как говорят, 10 дней, говорит, не просыпались. Поговорить-то не с кем. Половина мужиков голые. Процентов 95 мусульмане. Самые блудливые и трусливые. Все сюда сошлось. И, кстати, да, я согласен. Мы пришли рассказать, что будет суд Божий. И Содом Гамор разгорит опять. Иисус умер за грехи людей. По поводу веры. Иисус умер и воскрес, чтобы люди покаялись и жили для Бога. А сколько вам лет? 81-й. А откуда вы? Не откуда. Откуда с кухни. Вот все одинаково. Откуда? Откуда это из пункта в пункт Б? А вас интересует, где я нахожусь? Вы вопрос не можете задать правильно. Я нахожусь в городе Барнаул, Алтайский край. Лапкин и Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Довольно? А вы снимаете ролики на Ютуб? Да, у меня самый большой в Ютубе ролик. У меня канал. Там 20 тысяч 850 роликов наших. 46 миллионов просмотров. Я смотрел. Вот молодец. Я очень много ваших роликов пересмотрел. Ну а сейчас посмотрите еще. Сейчас я отвечаю на вопросы студентов. Их решили озвучить эти вопросы. Насчитывают. Очень богатые. Я разбираю, как отвечал Патриарх. Как отвечал такой-то там Архимандрит Юрасов. Самые важные люди, как они интервью давали. И я показываю. Каждый из них ответил примерно 6-10% правильно. А остальное неверно. Сейчас зайду, посмотрю. Вы можете зайти по Скайпу. Скайп Игнатий Лапкин. Вот тут бы вы получили много. Я бы все ресурсы вам скинул. Бесплатно. По Скайпу. Игнатий Лапкин. Да. Без проблем. А я вот слово «проблема» исключил из лексикона своего. Заменил двумя словами. Нерешенный вопрос. Понял. И мы начинаем сразу по этому вопросу работать. Говорят. А вот дети беспризорно. Три миллиона. Мне Бог положил на сердце образовать лагерь детский. Я 48 лет веду это. Бесплатно. Тысячи детей подняли. Решение вопроса. 31 тысяча сел исчезли. Мы взяли землю. С нуля строим православное поселение. Нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Давайте каждый сделаем. И страна живет. Путин виноват. Нам за собой смотреть надо. Завидуют. Завидуют патриарху. Там у него удача. Там Путину. Я говорю, у них нет того, что у меня есть. А что у вас есть? Две голубятни и ржавый велосипед. А у них этого нету. Удачи вам. Я зайду обязательно. Вас как звать-то вас? Звать как? Сергей. Сергей, значит, почтенный. Таким и будь, Сергей. Да благословит вас Господь. Вопросов нет у вас? Нет. Ну, с Богом давай.